Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Вчера был выходной, поэтому рынок практически не сдвинулся, фондовый рынок был закрыт. Посмотрим, какой движ будет сегодня. Я начал уже заходить понемногу в биткоин, в альткоины. Вы должны помнить, что крупные позиции на биткоине я открывал в прошлом году. Или когда-то биткоин стоил 16 тысяч. Я открывал позицию на 19 биткоинов, на 6 биткоинов на споте, а в марте я все продал. И теперь вот начинаю перезаходить. Уже вчера закупился. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Эти видео я записываю уже 4 года каждый день. И я уже тысячам людей помог стать миллионерами. Я покажу вам комментарии своих подписчиков, студентов, которые говорят, что они миллионеры. Торгую я уже 23 года, так что можете у меня учиться. Ну а теперь давайте перейдем на графики по биткоин. Открываем рынки. И как я уже сказал, все стоит на месте. Особо ничего никуда не сдвинулось. Потому что вчера был выходной. Давайте сразу откроем недельный таймфрейм. Это чем я учу на своих курсах по криптотрейдингу. Начинайте теханализ недельки. Итого, открываем. Криптогуру-бот держит сигнал на покупку. Вроде как. Да. Держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Еще не перевернулся в продажу. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Что у нас еще на недельном? Стохастик направлен вниз. И продолжают падать торговые объемы. А объемы предсказывают цену. Видите, какое падение на торговых объемах. С тех пор, как биткоин заходил на 74. Это довольно опасный сигнал на самом деле. На дневном стохастик в перепроданности. И то еще. Восходящий клин. Это тот самый восходящий клин, о котором я давно предупреждал. Говорил, не заходите в лонги. И в итоге этот клин отработал, и биткоин ушел вниз. Первая цель, которая у меня проставлена, это 63 тысячи. И следующая цель, это 59. Уже несколько недель я держу эти заявки, что на 4-х часовом. Биткоин идет вниз. Но здесь также формируется, смотрите, формируется нисходящий клин на 4-х часовом. Видите, да? Нисходящий клин. Это бычий паттерн. Начинает формироваться нисходящий клин на биточке. Как работает нисходящий клин? Объясняю. Хотя он, конечно, небольшой такой. Если сравнить с восходящим клином на дневном, то такой большой клин там восходящий. Внутри давление, давление и вниз выходим. А тут наоборот, нисходящий клин. Поменьше такой. Внутри создается давление, давление, давление. Уйдем на 63. И затем выйдем вверх, когда пройдем 70% длины. И это хорошо, потому что на часовом таймфрейме тоже есть бычий паттерн. Это перевернутая голова и плечи. Плечо, голова и, возможно, плечо. Поэтому вполне вероятно, что биткоин будет выходить вверх из этого нисходящего треугольника. Но, тем не менее, я бы все еще держал эти торговые идеи. 63 тысячи и 59. 59 это на основной желтой трендовой линии. По этой желтой трендовой линии биткоин идет вверх. Еще с прошлого года идет по этой трендовой. На, подождите, что она сдвинулась чуток. Давайте поправим. Вот, короче, идет биткоин вверх по этой трендовой. И если биткоин снова пойдет на эту трендовую, получается как раз 59 тысяч. И, соответственно, две торговые идеи. На 63 тысячи. И вторая 59 тысяч заходим. И тоже тейк профит 88 тысяч. Откуда мы взяли эти 88? Потому что бычий флаг. И завершение пятой волны Эллиота. Такой, в общем-то, этих анализ биткоина. Ничего особо не изменилось. Те же торговые идеи, которые я держу уже несколько недель. Вращательный выход из этого восходящего клина. 63 тысячи долларов и 59. Ну, а пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Я сам торгую в основном именно на Bybit. Два, проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. И три, присоединяйтесь к моему телеграмму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. На моем торговом аккаунте Bybit установлены уже ордера. На три биткоина по 63 тысячи. На пять биткоинов по 58 тысяч. Но я смотрю, что биточек рвется вверх прямо сейчас. Также на споте. Давайте посмотрим, что я держу. Покет на 2,7%. Но хочу взять еще на 2 тысячи долларов Покетом по текущей цене. USDT 36%. Было 50%, но затарился уже альткоинами. Теперь 36%. MCRT на 17%. Биткоин на 16%. 1,27 биткоина у меня. Юнисвап на 10%. Доджкоин на 9%. Ворлдкоин на 7%. На балансе 593 200 долларов. Растет баланс. Прекрасно. Тут 63 тысячи долларов. Плюс 26. Это примерно на 90 тысяч долларов. И плюс 182 тысячи. Это примерно на 270 тысяч долларов. MCRT на 86 тысяч долларов. Биткоин на 83 200. 1,27 биткоина у меня на споте. Начинаю уже набирать. Юнисвап на 53 800. Дальше. Доджкоин на 46 200. Минус полпроцента. Ворлдкоин на 35 400. И Покет на 13 700. Вот то, что я держу сейчас на Bybit. Теперь давайте посмотрим на общую капитализацию рынка. И еще на эфириум. Общая капитализация. 2,32 триллиона. Это общая капитализация криптовалютного рынка. Тоже перейдем на недельку. И здесь мы видим огромную чашку с ручкой, которая формируется на недельном таймфрейме. Огромная такая чашка с ручкой. Если она отработает, то тогда криптовалютный рынок может уйти на расстояние, которое мы меряем по основанию этой чашки с ручкой. По этой чашке с ручкой меряем и получаем, что мы выходим на... Куда выходим-то? 4 триллиона долларов на криптовалютном рынке. 4 триллиона, ребята. Цель на крипторынке 4 триллиона. Когда-нибудь капитализация будет выше, чем на фондовом рынке. Это будут сотни триллионов долларов, поверьте мне. Ну а пока что цель 4 триллиона. По выходу из этой чашки с ручкой. Также видим большой бычий флаг, который сформировался на коррекционной волне в волнах Эллиота. Вот он, такой большой бычий флаг. И цель по выходу из этого флага 3 триллиона долларов. Тем не менее, проблема заключается в том, что мы вышли уже из этого флага и нарисовали двойную вершину. Вот она проблема-то. Одна вершина, вторая. Стохастик на недельном в средней зоне. Но объемы-то неплохие на криптовалютном рынке. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку. Этот сигнал он дал еще в феврале 23-го года. Когда капитализация была 1 триллион. Хорошо работает этот бот на крупных таймфреймах. Что у нас на дневном? Мы видим, что что-то формируется. Я бы сказал, что... Формируется какой-то новый паттерн. Это симметричный треугольник. Стохастик в перепроданности направлен вверх. Вверх направлен стахастик. Заходят какие-то торговые объемы. Это хорошо. Увеличиваются торговые объемы, и они чуть повыше, чем были. Если этот симметричный треугольник отработает, внутри создается давление-давление, и выходим вверх на расстояние, которое можно измерить по основанию. Тогда получается, что вот это расстояние, и я думаю, что мы уже увидели дно на крипторынке. Если мы удержимся на этом уровне, то это было бы неплохо. Это было бы прекрасно. Что-то не могу подтянуть эту линию, чтобы померить расстояние. Для выхода из этого треугольника не могу сдвинуть. Давайте еще раз попробуем. Расстояние мы измеряем по основанию треугольника, и если мы выходим из этого треугольника вверх, это вполне возможно. Почему? Потому что 2,3 триллиона сейчас, и вполне возможно, что выйдем вверх. Почему? Потому что внутри-то создается давление, 70% длины, и вверх выходим. Поэтому вполне такое возможно. Прямо помпанет криптовалютный рынок, и пойдет на 3 триллиона долларов. А там-то дальше цель вообще на 4 триллиона. На 4-х часовом стахастик направлен вверх, заходят торговые объемы, V-образное восстановление. Вполне возможно, что мы увидели дно на крипторынке. Ну что ж, на этом на сегодня все. Прошлись по рынку. А, кстати, к телеграмму присоединяйтесь. Ссылка в описании под видео. И вообще там все полезные ссылки, обязательно воспользуйтесь. Везде присоединяйтесь. В чате 130 трейдеров онлайн. Трейдеры торгуют, обсуждают торговые идеи, видят какие-то паттерны, голову и плечи, бриллианты. В общем, присоединяйтесь, это бесплатно. Не осталось уже времени, чтобы сделать их анализ эфира, но сделаем уже в следующем видосе. Но на общей капитализации рынка мы видим вполне привлекательную картину. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Если мы удержимся на этом уровне, если вернутся торговые объемы, то на рынке мы сможем увидеть хороший рост. И вполне возможно, что биткоин нашел уже дно на 65 тысяч. И это очень близко к моей цели 63 тысячи. Хотя мои торговые идеи так и не активировались. Я ставил на 63, на 58, но биткоин опускался на 64, до 63 не дошел. Может быть, это уже и было дно. V-образное восстановление, перевернутое головой плечи, что-то вроде того. Но зато я успел подобрать альткоины. И немного биткоина тоже взял. Но это на споте, а на деревативах не активировались заявки. На 63, на 58 тысяч. Биткоин-то на 64 опускался. Там я на споте успел что-то подобрать. Но на деревативах заявки не активировались. Посмотрим, как там дальше пойдут дела. Удержимся ли мы на текущем уровне, или пойдем выше, или ниже. Спасибо, что посмотрели. Подписка, лайк, колокольчик. Все это не финансовый совет. Проводите свои исследования, принимайте свои решения. Я ранний инвестор во многих проектах, поэтому вы там сами принимайте решения. Я просто делюсь своим мнением по рынку. И надеюсь, для вас это полезно. И вы чему-то учитесь. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok